И то из самообороны Майдана. Я надеюсь, что не оправдается эта информация, что есть даже павших сегодня. Человек, которого убили. Но я хочу вас воткнуть сказать. Сегодня был один из великих дней. Потому что все, кто тем или иным образом выступил в этом процессе и показал свое лицо, все эти стороны вообще-то были предсказуемы. Мы заранее предполагали, кто где будет и какую роль, кто будет играть. Своей стороны я всем говорю, что я предупредил. Я встречался и мой человек, мой хороший друг, Залезные сотни, я был сегодня на нараде сотники, где обсуждалось вот это мероприятие. Он сказал, что это его хороший друг, это я. Что никакой провокации не будет, потому что он меня не знает. Он набрал меня, потому что я не успевал, и дал им телефон, и сказал, кто поговорит. Никто со мной не поговорил по телефону. У нас был митинг возле КМД, перед тем, как мы пошли. Ко мне подходили люди, и с той стороны тоже. Я говорю, что вы ответственны? Я говорю, да. Ничего не будет, то, о чем ходят слухи. Вы обещаете? Я говорю, конечно, обещаю. Показал ему список сотни, небесные сотни, спавших героев, чтобы он увидел просто главный мотив и причину сегодняшнего мероприятия. Ну и напоследок я вот, что вам хочу сказать. Вся эта зима, она прошла в тени крыльев архангела Михаила, который, как я уже говорил, знаменует собой воинский аспект страницы. Такое абсолютное мужество. И раньше, в древности, когда приходили вспомнить о героях, когда посвящали им свои мифологические мероприятия, то всегда на том месте осуществлялось нечто подобное тому, каким образом эти герои погибали. Это всегда в какой-то форме осуществлялось действие, идентичное тому, каким образом они уходили. Так вот, сегодня хотели мы того или нет, но снова сегодня все было под знаком зерна от плевел. Мы снова увидели, на что делится все то, что стоит сейчас за словом Майдан, что он все-таки не един. И между определенными силами сегодня снова было две стихии красного цвета. Это была кровь и это был огонь. И это был великий день. И если мы пришли почтить героев Небесной Сотни, если мы пришли под крылья Архангела Михаила сюда, то, наверное, даже и глупо было ожидать чего-то другого. Кому-то виднее, чем нам, каким образом это должно было произойти. Кто-то лучше нас знает, эта революция доведена до конца или нет, или далеко нет. Поэтому то, что сегодня было, ровно таким образом, значит, оно и должно было произойти. И очень важно то, что мы принципиально дошли до конца. Слава героям Небесной Сотни! Слава! 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 Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Слава нации! Слава нации! Слава тем, кто первый выступил и последним нас покинул! Слава! 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 Герои не вмирают! 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 Сейчас мы почтим наших героев минутой молчания. Герои не вмирают! Я звонил, когда мы�보ем калина. Небесные Сотни. Хай будет им земля пухом! Встанем на калина. Калина, небесные сотни. Хай будет их земля пухом. Встанем на колени. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Друзья, на нашей стороне Бог, на нашей стороне воля, на нашей стороне небо, на нашей стороне герои, на нашей стороне нація, яка являється спільнотою ставших та живых, и еще не народженных, то мы переможем. Мы обязательно переможем! И чтобы кто-то не забывал про нас, даже нужно иногда скрапать кровью и болеть в огонь. Слава нации! Слава Украине! Героям слава! Героям слава! 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 Слава героям небесные сотни! Слава! 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 Мы переможем! Ми переможем! Мы переможем! Я не знаю, от чего он упал, я почувствовал хлопок и он упал, но с нашей стороны там не было, мы не могли стрелять, потому что защепили боицы с нас. Я думаю, что их будет стримовало. Я стоял и снимал, мою сторону летели фаеры и фейерверки. Я стоял и снимал, мою сторону летели фаеры. Фейерверки я бачу, я не знаю. С вашей стороны пустили газ и фейерверки полетели, с вашей. Я ищу с того боку. Кто пускал, скажите. Ну как не знаете, вы там стояли. Из наших газов никто не держал. Как не держал? Я надихался. Он говорит за свою сотню. Я за свою особистую сотню отвечаю, что наша 14 сотня не имела при себе ни газов, ни оружия, ничего. Я держу в руке палку, но на ней немае ничего, вона чистая. Я никого не ударил. Я особисто старался сам погасить провокации, какие не были. А чьи-то люди с автоматами там были? Я правило. У нас в 14 сотне зброи вообще нет. Они называются 14 сотня. Какие? В 14 сотня ни одно. 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 На каждом замесе я был. Я знаю всю 14 сотню в лице каждого. И в наших немае ни одного зброи. Ни одного. Там была 14 сотня. В 14 сотня. В них был велик. А они представляются 14 сотня. И у них великі шеврои. Вот наша нашивка. Вот моя нашивка на чём. А чого вы не разберетесь? Їх на Майдане немає. Как это немае? А чого их пустили на Майдане? Чего они такие хоть, которые сейчас происходят? Ну сейчас говорят про авокации. А чого их пускают? Там шли чуваки с сокирами, я бачу, с каменюками, с прутами. Кто это? Пистолетами. Почему вы их пускаете туда? А почему вы не пресекаете это все? Вы хотите сказать, что ваши шли без цель, без наживий? У нас была минута молчания только что, друзья. Давайте, мы говорим все, мы колени преклоняли. Другий раз мы... Так же мы до вас поважаем. Приходьте до нас, и мы до вас поважаем. Но вы, как 14 сотни, вы разберетесь с всеми проходинцами, иначе мы разберемся. Я даже не против, если вы с ними разберетесь. Почему? Потому что, когда били Дмитрия Резниченко, потом одного из этих людей поймали, и немножко, ну, одного поймали и выследили. И у него просто-напросто изъяли удостоверение сотрудника милиции. Капитан милиции Шевченковского руку ОМВС. Вот и все. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Ну, как видите, ходы закончились побоя Михайловского. В многих возникают вопросы, кто кидал и пускал газ. Ну, я сам был очевидцем. Газ пускали с того боку. То есть, так называемая самооборона, которая не пускала ходу правого сектора. Кидали фаеры, петарды, что что-то невидомое летело. И билися палками. Кто спровокировал, до сих пор невидомо. Ну, одного кажут, кто кинулся на блогера Дмитра Резниченко. Отлично! Прямо! Слава Украине! Продолжение следует...